Их методы вызывают. Мы их не создаем по нью. Нас создает контейнер, непонятно когда. Итак, интерфейс фильтров. У него есть метод doFilter. Когда его создадут, ну то есть экземпляр этого, мне нужен какой-то контейнер, то у него вызов, для него точкой входа является метод doFilter. Вот это означает, что пришел запрос, вот сейчас надо реагировать. Ему дадут пару. Servlet request, Servlet response и Filter chain. Имена классов, полосу соответствуют, имена классов, Javax, Servlet, по-другому, Filter chain, Servlet request, я все буду делать. Итак, просто чтобы смотреть по коду. Они решили, в общем-то, дизайнеры библиотеки, распилить запрос на две штуки. Нам отдельно дают сервлет request, который по роли, не по методам, а просто по роли напоминает input stream. и Servlet response, который по роли напоминает output stream. Если я, например, хочу работать с файлом, то у меня, в общем-то, чтобы читать файл, я создаю new file input stream. Имя файла. Читать. Хочу писать, создаю другую штуку. new file output stream. То есть приняты дизайнерами решение, что будет два отдельных интерфейса, два отдельных класса. Один для чтения, один для записи. сервлет API похожая штука. То, что там немного нарушается, вообще-то я писать могу и туда, и сюда, и читать могу из обоих. Ну, в основном, например, вся информация, которая пришла с клиента, она находится в сервлете request. Пришедшие куки, например, там. Находится ли этот товарищ в сессии уже? Создали мы его сессию? Тут. Параметры запроса. Да, у нас x.gsp. Вот представленный знак A равно 1 и B равно 2. Вот эти вот данные и URL, по которому нас запросили, находятся в request. То есть, в общем-то, я из request беру данные, пришедшие из браузера. А в response я пишу то, что уйдет клиенту. Например, я куки читаю отсюда, пишу сюда. Они уйдут клиенту. HTML я пишу сюда. Я хочу сделать sender direct сюда. Я хочу выставить там 200 ошибку, что все хорошо. Ну, не 200, а 200 код. 200 ок, все классно делилось. Это сюда. А лог тоже туда? Ситуация следующая. Я сейчас не помню, у сервер-контейнера есть где-то метод лог. Я не помню, в каком классе. Суть в том, что им обычно не пользуются. Потому что, в общем-то, хорошо не специфицировано, куда сервер-контейнер напишет логи. Обе-то свои там создает, то в консоль пишет. Обычно мы используем, и мы так будем делать. Какой-то специальный фреймворк для лагеров. В нашем случае, в лог-фудже. Его конкуренты. Это, собственно, в джаре. Вот отсюда драли. Когда это стало свет популярным, то добавили джава логин-пакет. Называется еще логин-копи. Это очень урезанная копия. Вот это вот. То есть лог-фудже это апач. То есть бесплатная контора, все open-source. Они предложили саму просто взять их библиотеку. Но это библиотека есть 2 метра, там очень много фич. А все джеды как 20 метров. И скажешь, мы не можем на 10% из-за небольшого пакета увеличивать джедыка. Они взяли и написали свое. Легковесно, нам там 100 кг весит. Поэтому почти ничего делать не умею. Оно идет в поставки джедыка, но у него очень мало возможностей. Лог-фудже сейчас очень популярная штука SLF-фудже. Мы не будем проходить, мы его улог-фудже или SLF-фудже проходить. Хотя эта штука считается, что чуть более мощная, это один класс инструмента и вот этот хайкер более распространённый. Кусически их больше отличается на проекте. По этой штуке больше книг. Кроме того, этот автор один тот же. Он писал, писал log4j, когда накопировал претензии из обратной совместимости он не хотел онлайн. Он взял и пустил вторую штуку. А потом вернулся сюда, в общем-то, один товарищ пишет туда. Логирует при помощи log4j. Итак, нам дают пару классов. Из сервера интерфейсты, в общем-то, должны читать, пришедшую информацию в response должны писать. И ещё нам дают фильтр-чейн. Возможно, они могли схитриться и иметь всё-таки один как бы интерфейс. Потому что фильтр-чейн выглядит практически точно так же, как и фильтр. У него тоже метод do-filтр, так же называется. Ну, только пара request response. В нашем случае request, то, что нам пришло, нам приходит как бы пара. request response. Сервера интерфейс фильтр-чейн это наш указатель на то, что дальше. Мы явно из сервера и нигде не можем вытащить цепочку этих фильтров. Мы не можем её получить, следовать, перестроить, какой-то удалить, проверить, что это 7 штук. Нет. Мы получили request response и получили некоторую штуку экземпляр фильтр-чейн. У которого всё, что там, то есть, цепочка фильтров. Это похоже, как будто у меня односвязанный список и у меня есть указатель на последний элемент на хвост. Ты говоришь, хочешь список, вот указатель на хвост. Я не могу проверить, сколько там элементов. Односвязанный список на самом деле могу, next, 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 next. Здесь не могу. Мне дают нечь, что у чего есть только один метр. Дубфильтр. То есть точек входа может быть несколькими. Если контейнер с ошибками, то зацепление может быть. В реальности как раз из-за того, что цепочку строить контейнер и доступа не имеем, мы, по сути, сломать не можем. Всё, что мы можем, сейчас покажу пример. Мы либо вызываем у фильтрачейна метод doFilter и передаём эту пару дальше. Либо же мы генерируем ответ. Сейчас покажу, ну вот пример. Вот пример реализации некоторых ausfilter. Да, тут всё редуцировано, всё упрощённое. У request'а сделал пока всего один метод. getParameter. Что такое параметр? По терминологии FTP это если пришёл запрос, например, A, B, C, G, S, P. Повышественный знак A равно 1 и B равно 2. То вот это параметры. То есть параметры это вот типичный способ работы в FTP. Брозер там делает, форму собирает и далее. То есть у меня есть два параметра сейчас. параметры, фактически параметры образуют собой маппу. Ключ это A, значение 1. Ключ это B, значение 2. И у меня у серблета есть удобный метод, это то, что за меня делать серблета P. Я уже не ковыряюсь в URL как в строке, а у меня прямо у RTS, он уже всё разобрал, и у меня просто как бы есть доступ к маппе. Я тут getParameter, даю ему ключ, возвращается значение. Ещё особенность. Серблета P очень серьёзно ориентирована на работу со строками. Почему? Потому что в конце концов это штука для работы с HTTP. А HTTP и всё пришедшее это в общем-то строки, и всё ушедшее строки. Да всё равно выглядит, единица выглядит как число, но в HTTP нет никакого способа типизации. Если бы тут было написано, например, A большое, то HTTP это отвергнуть не может. У него нет схемы, я не могу сказать ему A типа строка или A типа int. Для него это ключ, значение. А HTTP следит только за тем, что тут было равно, тут упростили знак, а тут амперсанд. Если бы по-другому, оно может воспринять это как некорректность. Поэтому я получаю всё строками. И, соответственно, мне в реальной системе, получив то, что имя строка, это в принципе всё нормально, а то, что value строка, мне приходится его парсить. То ли это ID-шник продукта, паршут, int, то ли, ну, дальше начинается сложность, если, например, мне пытаются через параметры передать какую-то сложную сущность в какой-то сложный эротический объект. Мне присылают такие-то, часов, например, и фактически я вручу должного парсить. Потому что всё опускается до строк. Итак, главное, что я могу у запроса спросить вот его параметры. Дать ключ, получить значение. Вот простейший aus-фильтр. Ну, или что я делаю? Я просто, это примитивная схема. Вот это семья. Если я получаю, если в request'е есть параметр, секретное слово, ион x, y, z, то я просто пропускаю дальше. Иначе... мне нужен какой-то метод, у меня раз вон сообщение чуть нечего неизменно. public, вот. иначе я должен решить. Ну, что мне делать, если пришёл запрос, а я, допустим, никого не пускаю, у кого в URL нет секретное слово равно x, y, z. дурацкая схема, ну, просто мне надо отличать правильно и запрос от неправильно. Я, допустим, ему делаю sender redirect на страницу index.jsp. Да, в данном случае фильтр придёт, конечно же, к бесконечному циклу. Ну, я его redirect на index.jsp, а туда его тоже не пускаю. Ну, но сама идея, что? Мы фактически смотрим на что-то, что мы можем выбирать. IP-шник, с которого пришёл клиент, это в Ракуэстне всё есть, там несколько сотни метров. IP-шник, с которого пришёл, заведена, наверное, на него сессия, есть ли у него правильные параметры, правильно сформулированный URL. Если мне всё нравится, вот это, как бы, идеальный реализация chain of response и бельки. Я просто пропускаю его дальше. Игроки, я всё проверил, я говорю, фильтр chain, это моя как бы вьюха на то, что идёт дальше. На самом деле, последний фильтр видит следующий, например, сервис, или следующий GSP, тоже видит фильтр чейна. То есть, фильтр, даже в последней очереди, не знает, что он последний. Если он решил передать дальше, он не знает, есть ли кто-то дальше. Что для первого, что для второго, что для последнего, то, что дальше, выглядит, как экземпляр фильтр чейна. То есть, это фильтр чейна, это некоторые прокладки, которые на самом деле генерируют тонкое. Который передал, даже нет никому. Тогда контейнер, здесь у него есть какой-то став, который генерит HTML в виде 404-й ошибки. То есть, это уже ответственность с контейнером, в данном случае, мои штуки пассивные. Но, если попало, они штуку запустили, вызвали метод, в дуге, она брендерила к пагетту. Если не попало, контейнер сам генерит 44-й. Да, механизм кастомизируемый, я могу контейнеру сказать, если никто не попал, тогда, типа такой файлный блок. Тогда вот, попадай на эту страницу. Ну, вообще говоря, 404-й, то генерит это не очень хорошая практика. Юзабилисты считают, что человек пришел к вам на сайт, все остальные сайты на расстоянии одной секунды от вас, человек раз, и поют кто-то дальше. Соответственно, каждое пребывание на сайте должно быть информативным. 404-й не информативное. То, что он даже сам виноват и неправильно взял в URL, это вас не должно волновать. Это означает, что вместо того, чтобы генерить 404-й, нужно бросить на главную страницу. Или, не знаю, показать, что прикольное. В принципе. Вообще не надо показать, что он бросил. Бросать, куда-нибудь. Ну, да, у LiveJournal'а красивая такая овца или коза. Коза. Оно, в принципе, не информативно, но прикольно. Потому что, если я вижу генеральную страницу 404-ю, я буду расстроен. Я, честно говоря, даже, как минимум, на 404-й надо генерить ее адекватно и наполнить ссылками. Человек как-то попал на ваш сайт. Ну, в лучшем случае он набрал сами где-то ошибки для вас. В худшем случае вы там что-то дизайнеры или он через поисковик к вам попал. У вас схема URL-ов поменялась. И вот человек через Google к вам попал и вы высвечиваете ему 44-ку дизинного URL-а. Он просто смотрит и не знает, что сделать. Ну, просто закрывает страницу. Лучше, если вы перехватываете это, делите красивую страницу с символикой сайта и с типичными ссылками. Главная страница популярная на сайте отправит почту, не знаю, что. Это уже вопрос незабилити. тут я скажу что-то слышал от наших дизайнеров что они от нас требовали. Это один пример. Второй, который может быть log-фильтр. Здесь идея немного другая. Он абсолютно типичный. Нет ифа. если я сделаю фильтр вот так, то мой фильтр будет абсолютно бессмысленный. Как только передают управление, он передает управление дальше. Такой фильтр сделать можно. Мы просто будем жрать немножко памяти и CPU и сервера и все. Смысла в нем нет. Что важно? Поскольку мы попадаем по-нормальному язык программирования вызов метода, у нас есть место до мы находимся вот здесь на пути туда, а ниже на пути назад. Это достаточно трениально, но просто с этим я сжимался. Это означает, что я могу, я хочу лог-фильтр. Мой фильтр будет замерять сколько времени выполнялся запрос дальше. Лог дальше тип равно в java есть два способа заверять время у стандарта при помощи IP. Это старый system current time и system amount отличие. current time millis во-первых меряет время в миллисекундах, то есть в тысячных долях секунды. И для веб-сервера это в принципе годится, потому что обычно там меньше, чем миллисекунда обработки не бывает. и это время уже как сказать с абсолютным позиционированием. Это реальное количество миллисекунд, которое ваш сервер думает, что произошло с 1 января 1970 года. То есть это уже заведомо огромное число. Ну и собственно что ваш сервер думает? Ну как часы выставлены в этой отцом? А нанотайм две отличия. Первое он меряет все в наносекундах. То есть одной миллиардной доли секунды. То есть наносекунд вообще говоря в миллион раз больше, чем миллисекунд. Ну в общем-то у меня 2 Гц процессор, здесь одна наносекунда. То есть вообще-то я могу мерить чуть ли не тики процессора. Я могу измерить время цикла форма. минимального. Сорей эта штука в ней просто дельта будет 0. Но проблема этой штуки. Вроде как вот эта штука работает хорошо. Большинство процессоров умеют встроенную функциональность измерения в самом процессоре есть таймер. В принципе он самому точностью работает. Он привязан не к времени, не к часам операционки вот этим. А непосредственно когда процессор стартанул и пошло время. Это сырое отличие. Первое отличие, что он более точный. Второе отличие он не абсолютный. Мы не знаем с чего начинается нано-тайм. Вот его запустили нано-тайм. создаем дату дату джаве джаве ким дэйп и зайду сюда смотрите они вызывают свой другой конструктор оверложный который будет систем курантай нерез который сохраняет в себя дату и по этой единой отметке одной это абсолютная отметка которая соответствует часам которые вправо внизу по одной отметке оно может восстановить текущую дату а по нано-тайму нет нано-тайм зачастую зависит от реализации процесса нас отделить живым это количество нано-секунд с момента старта дальше начинается операционки последние перезагрузки компа то есть тут уж то есть если я вот тут сделаю систер нано-тайм никакая спецификация не говорит что там будет за число соответствует номер секунд не знаю но дельта для них работает корректно то есть это систер нано-тайм возвращает время прошедшее с непонятного момента времени главное что когда я второй раз прошел оно будет отмерять от того же самого момента времени и третий раз то есть разница между ними имеет смысл абсолютное значение в общем-то поэтому я беру одну отметку времени пропускаю запрос дальше он ушел прошел все фильтры отработал там сервей gsp генерал шкин сходил в базу данных сходил веб-сервисы полазил по кэшу и когда наконец то есть важно понимать что фильтры здесь а сервей здесь то есть когда можно отработать фактически фонсус 9 html и будет лететь клиент я перехвачу второй раз здесь я просто беру вторую отметку времени и дальше куда-то в какую-то систему логирования у меня сейчас нет системы логирования пусть то системат принтера я рендерю собственно дельта цель равно допустим плюс там да конечно лучше бросать и в консоль скорее всего со стороны системы логирования да ну и наверное лучше кинуть здесь каким-то образом что плюс тут у нас кода взять url на который был зашел запрос ну например вот так в нашем случае сейчас это скорее всего в реквести обычно есть метод на какой url был запрос соответственно тут обычно надо придумать какой-то нормальный формат по которому потом легко рэбэкспом лазить не на прямо генерировать эталонную запись прямо в табличку для базы данных нет текстов файл главное чтобы он однотипный ну непонятно ну вот так в принципе нормально и теоретически если бы это писал не в консоль а в какой-то файл то потом я могу рэбэкспом полазить посортировать посмотреть на url например самое долгое время обработки главный момент который не все воспринимают сразу это то что мы находимся в методе doFilter дважды вот здесь мы находимся когда мы впервые получили запрос когда он пришел снаружи к нам ну или предыдущего фильтра до сервлета вот здесь мы передали управление дальше а вот здесь мы оказываемся когда он вернулось опять к нам ну да просто мы из этого метода вот это мы ушли там произошла серьезная работа и здесь остыка пошли дальше да ну как в рекурсе когда мы печатали вот это один два четыре потом назад восемь четыре просто не всем лавлю то есть что мы дважды получаем проблечь например вот здесь мы кодировку из броузера перевод во внутреннюю кодировку даем туда а вот здесь опять кодировку назад перевод что можно охватить и сверху и с ним замерить при выполнении что еще по стеку в общем-то по спецификации сказано что вся вот эта цепочка выполняется в одном потоке то есть это действительно стек вызова что там гарантирует в java есть такой класс java по-моему утил или лан с redlock посмотрите мы мы сделаем небольшой транзакшен менеджер это в общем-то сторич который прикреплен к потоку когда я делаю вызов я хочу передать дополнительный аргумент ну какой-то дополнительный например через фильтр прошел пользователь залагировал я знаю что для такого логина паспорта у меня был юзер возраст имя ролик какие-то качества история покупок недовершенная корзина меня хватает и может оказывать в принципе если я вызываю следующий бед то есть дополнительный аргумент я могу в аргумент положить но если такого нет я могу положить в сторич который связан с потоком потому что мне контейнер гарантирует что вся вот эта цепочка попадение сюда если делали в одном потоке это реально один стек вызовом я могу прикрепить данный поток и пользоваться в крупных контейнерах spring и джин там в общем-то все построено на этой идее когда я прохожу когда я вхожу в сам контейнер я прохожу некоторые фильтры и эти фильтры мне как бы к потоку говорят а вот этот зашел запрос не выделяется поток из пулу потоков этот поток вызывает первый метод этого класса и потом в потоке пошел цепочка вызов они к потоку присоединяются поток такой когда зашел они присоединяют когда нахожу они отсоединяют поток такой имеет они подавляют контекст секьюрити а это петренко права такие там удаленного вызова нельзя базу подить можно они добавляют контекст транзакции этот товарищ он базу еще не ходил они привязываются в общем-то к потоку из-за этого например в этих толстых контейнеров запрещено создавать свои потоки потому что если мне выдали поток то контейнер знает так зашел такой-то запрос он видит запрос он прямо по tcp и вытащил распарсов вообще не перед так ага IP-шник проверил логин паспортом или SSL у нас там хоп-хоп-хоп-хоп и он говорит так и например этому потоку пока он пошел налево поток-то из пулу он много раз используется этому потоку соответствует Петренко и теперь в любом месте системы в жирных контейнерах можно спросить а кто это меня вызвал берут текущий поток срэд срэд лезут в лент сторидж и говорят с этим потоком кто сейчас работает Петренко а Петренко может вызывать если я создал новый поток то получается он как бы анонимус в такой системе то есть это важно что действительно один стак вызова хотя это уже было не обязательно ну теоретически или архитектура седа можно было каждый раз снова поток вызывает еще чуть-чуть чтобы мы начали это спрятать а как он узнает что пришел запрос именно петренко это вопросы к HTTP ну типичный способ то есть вообще это вопросы к HTTP как мы мы работаем ну обычно как если мы берем голый HTTP то в общем-то как бы все запросы будут от анонимусов для большого счета мы жахнули рекламу на гугле на AdWords и к нам сто тысяч человек зашло на имя на них ничего не знаем можно взять систему информацию IP-шник например то что нам видно как дальше начинается проблема HTTP либо же человек влазит анонимусом мы там его все время запрещаем влазить все время даем регистрационную форму он и заполняет вводит свой логин паспорт жмакает кнопку там жмакает кнопку к нам идет пост-запрос у нас просто эти два поля идут либо мы предлагаем ему там HDPS объединение при котором в общем-то ну тоже что-то мы узнаем о компе но опять же если это типичный интернет-магазин то мы все-таки заставляем его когда-то а зарегистрироваться когда вводит логин и информацию о себе логин уже достаточно логин и вон каждый раз мы заставляем его вводить логин и мы узнаем что да это тот самый парень который уже логировался у которого история в базе данных покупок второй шаблон декоратор типично нет давайте сделаем перерыв декорацию это надеюсь декорация декорация не 5 10 в